в этом видео вы узнаете что нам в 2020 году в игре world of tanks принесла полярная охота всем здорово рассмотрим танк объект 274 а поскольку я взял на нем три отметки это значит что у меня есть что рассказать 2020 году был марафон вы уже поняли как он назывался полярная охота в котором можно было получить замечательный средний премиумный танк восьмого уровня объект 274 а в 1950 году на замену т-54 начали разрабатывать какой-то новый там средний танк разрабатывали разрабатывали объект 274 а до 1960 году и прекратили разработку поскольку очень сложная конструкция да и защита требовалась лучше честно говоря не знаю как это ведро могло заменить т-54 но она в итоге не разработалась поскольку это танк так никогда и не был построен но картошечка у нас мастер на все руки взяла и построила не настоящий но хотя бы пиксельный планка на три отметки на этом замечательном танке почти 3000 это конечно же показатели далеко не имбовых танчиков но вполне себе неплохие плохим этот танк а точнее слабым назвать нельзя скорее его можно назвать неприятным у танка следующие минусы отвратительная стабилизация недостаточные углы вертикальной наводки да и быстрым этот танк тоже не назвать а какие же у него плюсы все что любит ца картошки дпм огромный пробитие большое да и к тому же альфа 320 у средних танков не всегда такая бывает 227 пробитие бэбэшкой 289 под калибером снаряды летят очень быстро мне кажется уже большая часть ца картохи уже должна была полюбить этот танк но в рандоме их особо нет да и особо никому не нравится не стримером не статистам до игрокам тоже все почему он супер неудобный увн и минус 6 сведения стабилизация просто ужас точность 038 ее можно конечно сделать там хотя бы 033 если постараться и поставить оборудование на точность но все равно стабилизация жуть на сайте вот вики написано что еще и корпус дырявый ватный но на самом деле от борта танковать на нем можно я бы не сказал что танк прям абсолютно бумажный да немного башня не спереди находится если вы передом выкатываетесь то скорее всего враг вам нанесет урон а потом только вы будете выезжать но вот бортом танковать самый раз это конечно не маус плане брони в борту но и не мс-1 но конечно же самый главный плюс этого танка это дпм 3000 дпм и на нем сделать вообще проще простого поскольку здесь базовый дпм 2100 если танк просто пустой экипаж в нем спит но вот как реализовать этот дпм с кривой пушкой плохой стабилизации и сведением 2 и 7 это конечно загадка еще то и оборудование подобрать тоже загадка есть на мой взгляд два варианта что ставить на этот танчик либо досылатель стабилизатор вентиляцию да у вас по-прежнему будет кривая пушка но в те моменты когда дпм можно будет реализовать на всю катушку он у вас будет но нужно либо долго сводиться перед выстрелом либо стрелять с вертухи не всегда враг дает полностью свестись но и не всегда ты с вертухи промахиваешься в принципе как и не всегда попадаешь но как мне недавно дали совет на стриме если прицелом дергать то можно видимо всегда попадать но это не точно также второй набор оборудования стабилизатор улучшенные механизмы поворота и улучшенный прицел здесь конечно у вас орудие будет получше по стабилизировании но вы потеряете очень много в дпм перезарядка прямо на несколько секунд будет хуже орудие станет стабилизирование и точнее да это безусловно но все равно она не будет попадать всегда куда вы целитесь все равно у вас часть снаряда будет лететь мимо но вы потеряете много дпм и но эта сборка тоже рабочая но она больше для каких-то размеренных каток где не нужно реализовывать прям дпм скорее рад альфы хотя она 320 не так уж и много но больше чем у многих старых и стэшек я поиграл и 100 и 100 и сборкой они в принципе обе играбельный но я остался на более дпмной да и и тяжелее реализовать пушка там кривее но все же это возможно особенно в боях где много жирненьких не особо высокого уровня танчиков которые легко расстреливать как вы видите бой на фоне против семерок где я настрелял 6000 кстати в этом фоновом бою вроде как сборка на стабилизацию но я думаю что против таких бумажных врагов можно было бы и поиграть на дпмной 3 отметки все-таки добил с таким оборудованием досылатель стабилизатор вентиль ну и на стабилизацию сборка тоже вполне себе играбельная я с ней тоже поиграл немало это танк нельзя однозначно назвать слабым или сильным он скорее неприятный и его тяжело реализовать то там где-то пушка не опустится то не успейте поскольку он медлительный броня вроде бы есть но и маска пробивается лючки пробиваются и корпус вроде бы и бронированный но все же дыры в нем тоже есть казалось бы и скорость полета снаряда и пробития и дпм но стабилизации сведения ее нет вообще везде есть какие-то сложности но бывают моменты когда этот танк просто разваливает особенно на голде вот и получается что это танчик вроде бы с виду про фарм но лучше пофармить на какой-нибудь старом льве чем на этом поскольку что-то она как-то не особо фармит поскольку нестабильный очень танк иногда уходит сильно в минус иногда надо пострелять голдой и реализация каждого снаряда далеко не лучше из-за чего куча серебра уходит просто в землю конечно если вы какой-то и супер гениальный игрок и будете реализовывать все выстрелы на таком дпм с такими неудобствами то возможно вы будете много фармить но что-то мне в это не верится в общем и целом вывод по танку следующий он настолько неприятный что не нравится в принципе никому что там в нем есть по типу дпм и какой-то брони и за счет этого можно разваливать танки на дпм и но все равно какого-то сверх кайфа он не приносит всегда только в некоторых редких боях где удается просто от рельефа от брони расстреливать врагов но после огромного количества боев где ты просто мучаешься такие бои это просто небольшой отдых который то не особо то и веселит в общем и целом танк такое себе я его рекомендовать не могу он точно не мой любимчик скорее какая-то противная кастрюля который возвращаться желания нет ну и по полевой модернизации я еще не сказал там в общем и целом ставим улучшение точности и в принципе все остальное не суть важно с вами был варчик играть красиво подписывайтесь ставьте лайки всем удачи пока удачи